Урок номер 6. Вы получаете то, что заслуживаете. Так заслужите успех. Когда на ринг выходят два человека, только один из них заслуживает победы. Когда вы выходите на ринг, вы должны знать, что заслуживаете победы именно вы. Вы должны знать, что судьба обязана вам победой, потому что вы тренировались усерднее своего соперника. Вы бегали больше, спарринговали больше. Каздая мата. У вас есть именно то, что вы заслуживаете. У вас нет денег или вы богаты. У вас избыточный вес или ваше тело напоминает греческого бога. Ваши привычки, решения, менталитет вплоть до нынешнего момента вашей жизни несут ответственность за то, что у вас есть. Не нравится то, что у вас есть? Тогда пора действовать. Чарли Мангер, бизнес-партнер Уоррена Баффета в своей книге «Альманах бедного Чарли» говорил слова, которые больше походят на правду из всего, что я слышал, когда речь идет о получении того, чего вы хотите. Чтобы получить то, что вы хотите, вы должны заслужить то, что вы хотите. Мир пока не до того безумное место, чтобы додавать целой куче придурков того, чего они хотят. Чарли Мангер. Как вы заслуживаете того, чего хотите? Вы прилагаете все усилия и предпринимаете необходимые шаги, чтобы претендовать на это. Вы не сбросите 100 фунтов жира, если вы не находитесь в поларийном дефиците. Ваши карманы не будут наполнены золотом, если вы не управляете бизнесом, который обеспечивает постоянную ценность вашим клиентам при наличии солидной прибыли. Это просто не может произойти. Если вы не отвечаете требованиям, которых вы не заслуживаете, вы не получите ничего. Тратить каждую секунду, каждый день, думая о том, чего вы хотите в состоянии паралича, это неправильный способ достижения ваших целей. Вы должны думать позитивно, но, что более важно, вы должны действовать. Касс знал, что если он хочет, чтобы его человек, будь то Майк Тайсон или Флойд Паттерсон, был тем, чья рука будет наверху впечатляющим образом после боя, им нужно было проделать тошнотворную работу над собой, им нужно было трудиться больше и быстрее, обудумывать и продержаться дольше своего противника для того, чтобы победить. Тренировочный режим Тайсона, о котором мы поговорим позже в этой книге, был очень насыщенным. Такая тренировка сломала бы большинство людей, как морально, так и физически. Если тренировки Тайсона были легкими, если Касс де Амата был бы мягким с Тайсоном, потому что он его любил, он никогда бы не пошел так далеко, он не заслужил бы победы над своими соперниками. Не будете ожидать успеха, не ожидайте победы. Вкладывайтесь в работу день изо дня, и вы получите именно то, что заслуживаете, когда придет время. Другими словами, друзья, не ждите шары. Успех, свое место под солнцем надо заслужить. Но все в ваших руках, все вам под силу. Говорю по своему опыту. Когда после тяжелого труда придет результат, вы будете самыми счастливыми людьми на свете, так как вы сделали это сами, своим трудом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok